Приветствую вас дорогие любители из атаки шахмат С вами на сегодня мастер Фид Максим Амариев Сегодня мы посмотрим с вами шахматный вопрос на 3 миллиона рублей Передача «Кто хочет стать миллионером» Игра состоялась 22 декабря 2018 года И в ней приняли участие магистры клуба «Что, где, когда» Александр Друсь и Виктор Сиднев Они достаточно уверенно отвечали на каждый вопрос И заработав полтора миллиона Пришли к финальному решающему вопросу на 3 миллиона рублей Внимание, вопрос Какая фигура завершает партию в комбинации, которую шахматисты называют «матлегаля»? Варианты ответа следующие Конь, слон, король и ладья Александр Друсь, который увлекается шахматами Впервые слышит о мателе Галя И это многих повергло в шок Впрочем, в клубе «Что, где, когда» Им часто приходится сталкиваться с незнакомыми вопросами И путем дедукции они выходят к правильным ответам Но боюсь, что здесь не тот случай Они, кажется, предприняли кое-какие попытки И в частности определили, что нельзя исключать короля Из списка возможных вариантов Послушай, представь, что король заслоняет слона И он просто отходит и объявляет шахмат А если мы обратим внимание на самоформулировку вопроса Какая фигура завершает партию, а не мотует Именно завершает, то вариант король Очень напрашивается Поскольку в подобных играх часто нужно выбирать Наиболее парадоксальный ответ И команда знатоков, не боясь потерять полтора миллиона Рискнула и выбрала вариант С, король А вам, дорогие друзья, сейчас также нужно принять решение И кто его знает, может, вы смогли бы выиграть 3 миллиона рублей Скорее всего, вы уже знаете правильный ответ И это ответ А. Конь И давайте узнаем, почему Мат Легаля был впервые исполнен в партии Легаль Сент-Бри И носит имя своего автора Разумеется, невозможно логическим путем Пройти к правильному ответу Здесь его необходимо только знать И давайте посмотрим эту интереснейшую партию Легаль Сент-Бри Которая игралась в 1750 году Хотя в моей базе написано, что в 1787 Е4, Е5 Конь Ф3, Д6 Слон С4 Конь С6, Конь С3 Слон Ж4 Этот ход не совсем точный Но давайте мы уже после перейдем к разбору партии А сейчас посмотрим саму комбинацию В этот момент, уже на пятом ходу Легаль жертвует ферзя Ходом Конь бьет Е5 Сент-Бри не удержался И соблазнился этой сочной добычей Слон бьет Д1 Но его настигла суровая кара за жадность Слон бьет Ф7 И Конь Д5 мат Вот это классический мат Легаля На седьмом ходу белые матуют конем Я надеюсь, что вы, дорогой друг, дали правильный ответ И именно вы смогли бы заработать 3 миллиона рублей Если бы оказались в студии, кто хочет стать миллионером Ну давайте немножко посмотрим моменты из этой партии Кое-какие нюансы В частности, ход слон Ж4 Лучшим ходом здесь является слон Е7 за черных Ну а после слон Ж4 уже ошибаются белые Потому что ход Комбит Е5 это грубая ошибка Ведь после Комбит Е5 Черные не только съедают фигуру Но еще и защищают своего слона Таким образом оставаясь с лишней фигурой Поэтому правильно сначала ходить Н3 А на слон Н5 теперь мы уже играем Комбит Е5 И здесь ситуация совсем другая Ведь после Комбит Е5 Конь уже не защищает слона И слон находится без защиты Мы можем его съесть Но вариант продолжается Ведь у нас подвисает слон Конь С4 Но после ФБ5 шаг И ФС4 В результате белые оказываются с лишней пешкой И вот это называется модернизированным матом Легаля Когда мы сначала играем Н3 После слона Н5 Комбит Е5 Но если забирать Ферзя То получается то же самое Такой же мат Но в данном случае Предшествующие ходы Были абсолютно грамотными Со стороны белых И поскольку это первый ролик в новом году Я желаю, чтобы Самые сложные вопросы Оказывались для вас такими же простыми Как и вопрос про мат Легаля Ведь вы увлекаетесь шахматами Ну а я вас благодарю за внимание Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Множество интереснейших роликов Которые я приготовил для вас на этот год Ставьте колокольчик И кроме этого Рекомендую вам скачать книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах Прочитав эту книгу Вы узнаете множество особенностей О нашей любимой игре Кто знает Может быть благодаря этой книге Когда-нибудь вы победите В передаче Кто хочет стать миллионером Я хотел бы извиниться за то, что Новогодний ролик обходил так долго Первую его версию я сделал еще 2 января Но к сожалению Ютуб ее не пропустил Из-за большого количества вставок С первого канала И эту версию Я опубликовал в нашем Телеграм-канале Дорогие друзья Если вы хотите увидеть Более масштабный обзор Подписывайтесь на Телеграм-канал И смотрите полную версию ролика И поскольку предыдущий год Триумфально завершил Магнус Карлсон Зачитив титул в классику И вновь став чемпионом мира Павлицу То я передаю ему слово Для того, чтобы он высказал свои пожелания На 2019 год Привет всем Поздравляю вас с Рождеством и Новым Годом И всей команды приложения PlayMagnus Я думаю Этот праздничный период Отличное время Чтобы провести его со своей семьей Хорошо побеседовать Хорошо покушать Дарить друг другу подарки И потратить немного времени Для того, чтобы обыграть приложение PlayMagnus 27 лет Кстати, уже вышла версия 28 лет Ну, снова Я хотел бы просто пожелать тебе Счастливого Рождества Нового года Всего наилучшего от каждого В нашей маленькой компании ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok